Пикудей Большинство предыдущих глав Но сложно сказать, что это просто Подведение итога строительства Храма, потому что, в общем-то, книга Шмот, вторая книга Шмот, которую мы с вами Заканчиваем на этой неделе Я надеюсь, вы все пойдете в синагогу и будете кричать По окончанию хазак, хазак, ванит хазек Начинается совершенно от другого Начинается с падания рабства Выхода из рабства, дарования торы А только потом уже начинается то, что мы называем Технической торой Но, на самом деле, это не только Подведение итогов книги Шмот, что получается, что Выход из рабства был нужен для того Чтобы теперь иметь новое служение Служение в храме, но на самом деле Это и соединяется С предыдущей книгой Берешит Потому что, как начинается книга Шмот, которую мы Подводим итоги, со слова Беэйле шмот бна Исраэль И вот имена Сыновей Израиля, ключевое Слово здесь, хотя на иврите это Приставка, это И, В Как подчеркивают наши мудрецы Что не отделяется Неотделимой частью книги Берешит Ведь книга Берешит заканчивается Тем, что мы говорим О еврейском народе, который приходит в Египет В конце концов, Яков умирает Его хороним в Хевроне, возвращаемся в Египет До этого перечисляются точно так же Имена и как продолжение Текста идет Описание уже евреев в Египте Но я хотел бы предложить посмотреть Немножко на другую перспективу По-другому на эту букву ВАВ Которая просто черточка Почему? Потому что давайте представим себе Что эта буква ВАВ Это грань зеркального отражения Которая отражает книгу Берешит В книге шмот Что происходит во время зеркального отражения Чем ближе к этой букве ВАВ Грани сечения Тем более похожие вещи Они ближе друг к другу То есть, как в книге Берешит В конце мы перечисляем имена еврейской семьи Которая приходит в Египет Так и книга шмот начинается с того же самого И чем дальше мы удаляемся от этой грани Тем дальше идет отражение Получается, что начало книги Берешит Процесс мироздания Отражается в конце книги шмот В окончании строительства храма Ключ к пониманию такого зеркального отражения Это число семь Которое непосредственно связано с мирозданием Я думаю, для кого из вас не секрет Что мир Всевышний создавал семь дней Но более того В первом предложении Берешит Барая Луким Есть семь слов Во втором предложении Четырнадцать слов Слово Эрец Земля В этих семи днях мироздания Упоминается Аж Двадцать один раз А слово Элуким Имя Всевышнего Которое Всевышний творил этот мир Упоминается тридцать пять раз Ну, арифметику объяснять не надо И точно так же Эта семерка Отражается у нас В конце книги шмот Параллелей много Но, например Слова Как Всевышний заповедовал Муше Упоминается семь раз в нашей главе По поводу одежд священников И точно так же Семь раз она упоминается По поводу собирания Конструирования храма Которое, кстати, происходило Конструирование храма Те же самые Семь дней Но это Незанимательная математика У этого, конечно же Есть очень важный урок Число семь В еврейской мистике Означает рамки природы То, что выходит за рамки природы Это уже восемь Обрезания Песня Сечения Красного моря Но не об этом идет речь Семерка Означает рамки природы Которые Всевышний сотворил Сокрыл себя в них Дав эту природу нам Как инструмент Для того, чтобы быть партнерами В его мироздании И мы должны Строить храм Храм, в который мы пускаем Теперь Всевышнего Но делаем это сами Начало этого процесса В начале книги Барышит Запустил Всевышний Мы должны Его окончить И заповедь строительства храма Эта семерка Остается релевантна для нас Точно так же Потому что каждый из нас Должен построить свой храм Найти свою собственную общину Построить свой храм Как свою семью И вот тогда Круг замкнется И Всевышний Будет находиться в нас Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok